Ребята, всем привет, с вами Александр, сразу же включаемся в битву, это наш третий бой с Пахигалазаврами, сажаемся мы сейчас за доллары, да, и дальше пойдем в следующий наш турнир. Так, это у нас последний, да, сейчас он сожрет моего Индораптора, скорее всего. Да, на все четыре, но у меня там Метриофадончик, в общем-то, Пахигалазавра кушать сплошное удовольствие. Ты хочешь, три боя амфибиями пройдешь, хочешь, три боя хищниками, можно и вот Птерозавриков подключать, в принципе, без проблем, съедаются они все на раз-два. Так, получаем награду, блин, опять этот кот. Динобаксы. Чаоо, 120 максов несчастных, и то даже меньше. Так, так. Давайте соберем набор загадка. Так, что-то тут появилось интересное. Ничего не появилось. Горстка значков. Здесь. Ну, ничего, ничего интересного. Тогда идем в наш турнир, да, и это будет у нас турнирчик, вот именно вот этот, сдвиг ледничков. Как раз он сегодня уже заканчивается, и первый бой у нас, блин, оно, дичь. Я вот заходил, было три, было три водных, блин. Ну, кто так делает, зачем? Ну, зачем? Так. Мазазаврика. Ну, чисто так, посмотреть на него и пустить на мясо. Так, справимся? Или взять вот так вот что-то? А, в принципе, это абсолютно одинаково. Давайте вот так. Ну, мозг у нас чисто посмотреть на него. Больше он непригоден. Ну, хорошо, хоть за один удар его не седает. Будем накапливаться. Раз, два, три. Я его не съел, четыре, пять. Да! Ну, потратил много баллов, конечно, но ради мозазавра. Да. То есть, надо как-то восстановить популяцию мозазавра, а то у меня сорокого до сих пор нет. После дунклеозавра. Вот так. Минус трубочка с кремом. И так, аммонит. Ну, аммонит вообще тоже печально. А он сейчас потратит все свои баллы и станет легкой добычей для платозавра. Ну, хотя он жирный. Жирный по жизни, конечно. Раз, два, три. Да, ну, за три я его съедаю. Отлично. Следующий. Уинтатерий. Так, уинтатерий. Так, 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 так. Пещерный. Пещерный, пещерный. Пещерный, водный. Надо вот как-то так сделать. Ну, наверное, даже не буду атаковать. Хотя мне его, конечно, терять очень нежелательно. Блин, неприкольно. Ё-моё, я его даже не пробил. А почему я взял... Ё-моё, мне нужно было брать рифа. О, а почему-то я взял сюда хайнозавра. Дичь какая-то происходит, ребята. Не затащим. Че-то я заснул немножко. 4, 2, ну, как раз на все 4 атакуют. В принципе, может и затащим. У меня 2 балла есть. Рома Лео будет тоже под косарик атаковать. Должны справиться, да? А, ну, если тут мы за 2 справляемся, то вообще все в шоколаде. Те-е-е-е-е. Нормально все. Рано я тут панику развел. И все. Ух. Не пришлось переигрывать. Так, и последний бой наш. У нас тут Ризот. Возьмем Дунк-Леозавра. Давайте осмотреть, что у нас тут еще есть. Дункки. Дункки он подменится. Че-то такое я решил взять странное. Ну, надо рифового брать, естественно. И еще какого-то водного. Ну, ладно. Что у нас вообще есть из поверхности? Интересного. Да, собственно говоря... Ничего такого больше и нет. Кого бы хотелось взять. Погнали. Вот это... Вот это вкус! Ризотто такое и не снилось. Ну, а ну, рискнем. Здесь можно рисковать. Ха-ха. И пить шампанское. Хотя я не пью. Трам-пам-пам-парам-пам-пам. Он снова подменился. Снова потратил лишний балл. Я делаю на три. И победа одним Дунк-Леозавром это называется. Он же не пробьет меня. Блин, вообще жесть. Он такой че-то на че делаешь? Или к нему что ли хватает? Нет, не хватило. Ха-ха. Это хорошее окончание. Уин-Татери, ребятки. Делаем скриншотик. Красивый такой наборчик снежненький. Тыщеночка генов. И это красота. Ну, давайте пойдем, конечно же, посмотрим на Брон-Татерия, Уин-Татерия. На эту всю носорожью-братью. Давайте пойдем посмотрим. Да, нам именно вот сюда. Так, давайте на старшего брата смотрим. Это у нас Брон-Татерий. Вот такой вот у нас Брон-Татерий. Его роста почти 2,4 метра. Громовой зверь. Так, ой, куда-то я вышел. А теперь ищем, собственно говоря, нашего главного героя. Кстати, у нас еще же еще вот такой здесь носорог, да? Это, ну, это уже гибрид. Мамотериум. Блин, опять я выхожу не туда. Так, выходи, выходи. Вот. А вот, собственно говоря, и Уин-Татерий. Выглядит забавно. Вот так вот, как носорог, а так выглядит, не знаю, как какой-то поросенок. Кто согласен, что он похож на поросенка? Особенно вот эти дикие поросята, они рождаются вот такими полосатыми изначально. Изначально, что, прикольно. А вообще напоминает Брутов из игры Halo. Кто понял, о чем я, ставим лайк. А ну, давай, давай. Ну, рожа у него, конечно, суровая. Че, подожди, ты больше ничего не хочешь делать? А если тебя покормить, ты что будешь есть? Он будет кушать травку. Жаль, что нельзя сорокого покормить. Ну, такой стрёмный. А ну-ка, ещё раз. Ну, вот такой вот, короче, у нас. Давайте посмотрим, прочитаем про него. У Интертерия немного крупнее. Современная у насорога обладает длинными, острыми зубами и когтями. Ну, как бородавочник. Так, благодаря размеру брони у Интертерии практически неуязвим. Действительно, а такой гигант никому не по зубам. Да, ладно, саблезубые коты. Коты были саблезубые. Если мамонтов могли есть, то есть что уж само этому у Интертерию. Так, хотя и у Интертерии может использовать клыки в битве. Обычно он сдирает ими растительность с одной реки и водоёма. Это у нас ещё водяной носорог. У Интертерии крупное животное с маленьким мозгом. И правда, зачем нужен ум, когда кругом полно еды, и тебе никто не страшен. Вот такие вот дела, ребятки. Всем пока.